В преддверии новогодних праздников хочу предложить рецепт красивого и вкусного торта. Рецепт настолько прост, что с ним справится любая хозяйка. Торт получается очень нежным, мягким, в меру сладким. Красивый и вкусный он будет кстати к любому праздничному столу. Хочу отметить некоторые детали приготовления. Орехи берите любые, сахар кладите по вкусу и украшайте как вам нравится. Удачи! В миску выложите мягкое сливочное масло и добавьте сахар. Взбейте миксером сахар с маслом. Отделите желтки от белков и добавьте в миску. Затем взбейте миксером желтки с сахаром и маслом. Добавьте чайную ложку соды без горки, погашенную уксусом или лимонным соком. Белки взбейте в пышную устойчивую пену и выложите в тесто. Перемешайте с остальными ингредиентами. Постепенно всыпьте просеянную муку и очень аккуратно перемешайте тесто лопаткой. Приготовленное тесто выложите в форму, смазанную маслом или застелите пекарскую бумагу на дно формы. Выпекайте корж в духовке, заранее разогретый до 175 градусов 35-40 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Пока корж для торта остывает, приготовьте крем. Жирную сметану смешайте с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Я не люблю очень сладкие торты, мне хватило 3-4 столовых ложки сахарной пудры. Вы ориентируйтесь на свой вкус. Остывший корж разрежьте на три части. Получится три коржа. Каждый смажьте кремом и посыпьте измельченными грецкими орехами, которые нужно предварительно поджарить на сковороде или прокалить в духовке. Подошла очередь украсить торт. Тут догм нет, и каждый это делает по вкусу и наличию продуктов. Предлагаю свой вариант украшения торта. Из трех белков яиц, стакана сахара и пищевого красителя приготовила безе. Из белой мастики с помощью плунжера. Вырубки сделала снежинки. Безе выложила наверх торта, а снежинки по бокам. Шоколад растопила и с помощью кулинарного мешка нанесла узоры. Посыпала торт измельченными орехами. Дайте торту пропитаться 3-4 часа и можно подавать к чаю.